Продолжение следует... Гонг не спасает боксера от проблем. То есть отчет продолжится и дальше. И только рефери может остановить поединок. Титул чемпиона. Продолжение следует... Эмиль Комфорти, Тим Фигли и Пол Венти. Судьи, которые будут оценивать поединок. И Фрэнк Капучино. Очень опытный рефери. Третий человек в ринге. 20 побед, 2 проигрыша. 18 нокаутов. Пенсакола, штат Флорида. Дэвид Айзен. Майкл Грант. 26 поединков. 26 побед. 18 побед нокаутом. Непобедимый... Чемпион... Майкл Грант. Майкл Грант. И мы обещаем вставку за инструкцию. У нас выставка. Уставка. Уберите себя. Уберите себя. За рингом помогает Дэвиду Айзону Вильям Йоппи. Ну и те эпизоды в которых Дэвид Айзон славненько наконец-то может опрокинуть. Айзона на помост ринга. Большинство ударов, конечно же, останавливает Фрэнк Капучино поединок. Я сейчас объясню, почему, собственно говоря, есть удовольствие одних и неудовольствие у других. С одной стороны, если бы действительно удары Гранта были тяжелыми, то Айзон уже давно лежал бы на помосте ринга. С другой стороны, как мне кажется, Дэвид Айзон все видел, успевал перекрываться, то есть не успевал оторваться. Ему сложно было это сделать. Он, может быть, был потрясен, но не в состоянии Гроги. Но в правилах комиссии Нью-Джерси, атлетической комиссии штата Нью-Джерси, есть такой пункт. Если большое количество ударов остаются без ответа, то рефери может принять решение об остановке поединка, если боксеру угрожает, по его мнению. Опять же, большая опасность. Здесь мы видим, что как бы удары были, удары проходили, но большинство удара, во-первых, идет по защиту, либо это тычок, это не очень хорошо разогнанный удар. Видите, тут Айзон даже пытается перехватить, но просто такие пудовые кулаки, такие плюхи от Айзона, действительно, они, в общем, как бы просто расшатывают тебя. Не травмируют, но расшатывают. Правильно принял Фрэнк Капучино решение. Здесь нужно было останавливать поединок и делать замечание как Гранту за удар по затылку, так и Дэвиду Айзону, что он, в общем, подставляет затылок. Хотя все-таки здесь Грант более не прав, если говорить о нарушении правил.